Мы у вас в гостях первый раз. С некоторыми мы уже познакомились, с некоторыми нет. Меня зовут Виктор, моя жена здесь Дина. Мы с Терватер, Флорида. У нас немножко, может быть, необычная как бы миссия, наше служение. Я хочу немножко рассказать об этом, но я был вчера просто удивлен, когда я узнал, что это служение есть в Асцентре. Обычно, когда мы приезжаем в Новую Церковь, мы говорим об этом. Люди просто иногда в панике, иногда в ужасе, иногда в страхе. Но я был поражен, что вы знакомы с этим служением, и ваши служители это делают. А немножко истории такой. Лет 10 назад я был на одном служении. Я пригласил пастыря, моего друга, пастыря с русской церкви. И мы сидели в американской церкви, такое было большое служение, мы сидели на первом ряду. Мы пришли пораньше, заняли место. Возле нас пришла женщина с колясочкой. И на этой коляске была девочка лет 7. Девчонка была красивая. Вся ее верхняя часть, туловище, руки, все было нормально. Но ноги у нее были очень такие маленькие, коротенькие. Она была парализована. Нижняя часть тела была парализована. Эти ножки ее стояло. На коляске были специальные зажимы, чтобы эти ноги, ну, никаким-то образом не выпали. Они просто были как привязаны, эти ножки этой девчонке. Началось, служение началось, началась, вышла группа, прославление, начали петь песни. Интересно, что в тот момент в этой церкви прославление шло 2 часа. Это американская церковь. 2 часа. Молитва, пение, молитва. И с этой девчонкой, она сидела рядом, женщина сидела рядом с меня, она стояла практически напротив меня в коляске. И с этой девчонкой начались происходить странные вещи. Она просто грызла зубами свою руку, чтобы не закричать. Все ее тело начало изворачивать. Мама накрыла ее буквально своим телом, пыталась как-то, ну, обнимала, как-то, молилась за нее. Я сидел рядом, мы положили руки. И пастырь, который был со мной, положили руки на эту девчонку. Люди подбежали, окружились со всех сторон. На какое-то время это все затихало. На сцене прошло шло пение, пели. На какое-то время она успокаивалась, мы садились и опять начиналось. Эта борьба шла, наверное, часа два. И в итоге... Эта борьба шла около двух часов. Я молился, я просил у Бога прощения, Господь. Почему мы, первые люди, не можем помочь? Почему дьявол пред лицом всей церкви, пред лицом всей сцены просто издевается, а мы сидим? Мы молимся, мы просим, а мы не можем помочь. В итоге я не досидел до конца служения. Мы просто ушли, потому что где-то была грань, которую мы не могли переступить. Мы не могли помочь, и мы не могли ничего сделать. И сидеть смотреть мы тоже не могли. Мой друг уехал домой, а я остался на парке еще на какое-то время. И я просто говорю, Господь, что я могу сделать, чтобы дьявол пред моим лицом не делал этого? Ведь Писание так много говорит об этом, что вы получите силу, что вы будете исцелять, вы будете исцелять, а мы не можем. Мы бессильны. Дьявол совершенствует свои технологии. Вот эта штука, молодые люди. Она может за очень короткий срок сделать каждого из вас одержимым. Каждого. Молодые дети, дети, молодые люди. Если вы не будете знать, куда можно заходить, а куда нельзя заходить, вы будете полностью зависимы, будете полностью в руках дела. И в большинстве церквей люди бессильны помочь тем, которые попали уже в зависимости. Абсолютно бессильны. Хода два назад я был в Портлане, и мы уехали из Портлана лет 20 назад, уже лет 19. И я встретил там своего товарища, заехал к нему в бизнес, и мы немножко рассказали о своем служении. И этот человек, взрослый мужчина, уже лет 25, когда ему начал рассказывать о служении, он, его голос начал отражать. Он говорит, Виктор, помоги. Только что мы разговаривали, нормально все будет. И он как-то с таким, ну как бы, с напряжением таким, помоги. И он рассказал такую историю. Его сыну 21 год. Это высокий, красивый парень. Красивый. Вот просто скажу, как-то из многих он просто красавец. Когда ему было 12 лет, мать сошла ночью в его комнату, компьютер был включен, и сын ее спал на кровати, поперекровать и так упал. На мониторе она увидела надпись. Если ты хочешь продолжать этот видеогейм, перейти на следующую ступень, ты должен нажать эту кнопку, ты даешь согласие отдать свою душу дьяволу. Это было 12 лет назад. Видеогеймы на сегодняшний день, они настолько изощренны, что вы даже не будете ничего нажимать, просто продолжая играть. Вы где-то вскользь, вы пройдете вот эту грань, когда уже нет возврата. Когда ваша душа уже в руках делала. У меня тогда не было времени много. Мы поехали буквально на полчаса к нему домой. Я старался, я молился. В какой-то момент парень сказал, что этот Дух Святой меня исцеляет, у меня печет все внутри. То есть была какая-то реакция, какое-то проявление. Я не смог сказать, что это не Дух Святой. Это дьявол внутри начал уже, проявление началось. Мы молились, он исповедовался в своих грехах, в том числе в том, что он залез в эти видеогеймы, когда он был еще ребенком. Я уехал, ничего не изменилось. У меня не было больше возможности возвратиться туда. Я вчера делился с некоторыми братьями. Несколько лет назад я делал такой список статистик. Это было лет шесть назад. То, что говорят, есть такой research center. Это Christian Based Organization. То есть это христианская организация, которая проводит социальные опросы среди христиан Америки. То есть организация, которой можно доверять. Они проводят опросы среди пастырей, они проводят опросы в цепях, они проводят опросы на молодежных конференциях, все возможные. И там были шокирующие факты. Например, количество разводов среди христиан вероевангельской, то есть пиесятники и харизматы, количество разводов достигает 37%. В баптистских церквях только 29%. А в семьях гностиков и атеистов 21%. То есть христиане впереди всей планеты по количеству разводов. Это было шесть лет назад. Это американская церковь. Через какое-то время эта статистика будет в наших церквях. А они уйдут еще дальше. Мы часть этого общества. Мы часть этой культуры. Мы тут живем, мы тут работаем, мы также воспитываемся, мы находимся на их территории. И эта статистика придет в нашу церковь. И мы к этому не готовы сегодня. Например, там же прозвучала такая статистика, что половина пастырей американских имеют порнозависимость. Хотя бы, ну там были сроки, как часто они заходят на эти порнозайты. 28% женщин порнозависимы уже на сегодняшний день. Хотя 30-40 лет назад этой проблемы вообще не существовало. Были только мужчины. Мужчины имели эту зависимость. Женщины не имели. Факты, которые мы сегодня сталкиваемся, они просто потрясают. Они ужасают. И, дорогая церковь, мы сегодня не готовы, не готовы даже слышать эти факты. Потому что мы не знаем, что дальше делать. Те немногие церкви, те немногие служители, которые знают, как работать с зависимыми людьми, как освобождать, как послужить человеку, который попал в рабскую зависимость, или попал в какие-то, ну, в дьявольскую кабалу. Их так мало сегодня. И, скорее всего, их будет еще меньше. Потому что это работа неблагодарная. Это работа не на сцене с микрофоном. Это работа один на один. Зачастую десятки часов. А были случаи, когда понадобилось для освобождения несколько лет человеку. Встречаясь так один раз в неделю или два раза в неделю по несколько часов. Это тяжелая работа. У нас не хватает людей. У нас их просто нет. Некоторые желающие есть, подходят. Но когда они знакомятся, и мы начинаем работать с человеком, они просто становятся свидетелем. Они говорят, нет, это не для меня. Слишком тяжело. 30% христиан считают, что смотреть фильмы с сексуальными сценами, это нормально. Смотреть боевики, где проливается кровь, где есть убийство, это вообще хорошо, это нормально. Но каждый такой фильм сделан, прежде всего, не заработать деньги, а расширить царство яло. Чтобы через этот фильм проникла у вас эта ненависть, проникла похоть. Чтобы вы как бы влюбились в какого-то артиста и артисту, и эта похоть поведет вас дальше. Она остается на десятки лет. Какая-то момент, какая-то картина из какого-то фильма. Вы привязываетесь к этому человеку. Возникают душевные связи, духовные связи, которые потом просто надо рубить. И не все это могут сделать. Мы теряем мир, мы теряем сон, мы теряем покой. Мы не можем понять, почему. Потому что когда-то мы так, ради интереса, включили кнопочку, открыли свой телефон, посмотрели что-то. Нам было интересно, нам было приятно. Дерек Принц очень часто говорил, напоминал такой случай. Когда была гражданская война в Испании, это был 36-й лот. Ну, 8 лет назад. Там произошел такой случай. Повстанцы, которые, кстати, Советский Союз их финансировал, это были коммунисты, они хотели свернуть законную власть, захватить власть. То есть, Советский Союз финансировал коммунистов, они довольно много, у них было оружие, они подняли этот пункт, захватили много городов. И вот правительственные войска, пытаясь захватить обратно столицу Испании, Мадрид, кажется, если я не ошибаюсь, и они, как бы, направили туда войска с разных сторон к этому городу, и генерал докладывает правительству обстановку, как будет проходить атака на этот город, и он говорит, что мои войска с четырех сторон движутся к этому городу. Ну, и кто-то из правительства спрашивает, какая именно армия будет нападать первой? Он говорит, пятая колонна. Ну, ты сказал, четыре, у тебя как бы четыре армии, а тут вдруг пятая. Он говорит, а пятая уже давно в городе, и она захватила все важные посты. Все склады с оружием, связь, все командные пункты, которые в городе будут работать, как бы, на отражение атаки, там уже есть люди, там есть уже пятая колонна. Церковь готовится к последней битве. Дьявол сегодня очень изощрен, он очень осторожен, он очень умел. Он знает нашу историю, он знает все наши сладые стороны, и он уже позаботился, чтобы его агенты, его духи уже были внутри нас. Он сделал все для этого. Он постоянно изощряется. Все технологии идут на то, чтобы это случилось очень быстро, чтобы Церковь Христа не смогла противостоять той последней атаке. И 99% христиан просто скат. Нам нужны деньги, мы работаем, нам нужны дома, нам нужны машины, нам нужно все, нужно красиво жить. Но придет тот момент, когда отразить атаку сможет только единица. меня поражают те пророчества, которые сегодня поднимаются даже в американских церквях. Господь предупреждает о серьезных событиях, которые придут очень скоро на землю. Церковь, я прошу вас, я понимаю, что это серьезно, это тяжело слушать, но нужно сделать выбор. Когда-то еще в царской России, в Европе, Бог такой обычен. Среди дворян, среди офицеров, высшей знати. Если кто-то оскорбил даже словом, или обозвал жену, или дочь, там назвал она гулящей, она там еще беспорядка, этот человек, отец или старший брат, он находил этого обидчика. Это обычно было публично. Он брал свою перчатку и бросал в лицо этому обидчику. Обидчик, если это был смелый человек, он должен был поднять эту перчатку. То есть он принимает боль. Это был вызов на дуэр. Человек ничего не говорил, он делал только этот жест, он бросал перчатку. И тот должен был поднять перчатку. Если у него не было смелости, если он был трусливым, он должен был бежать из города, иначе каждый человек в городе будет смеяться с ним. Ты струсил, ты сказал, ты сделал, и ты не принял боль. Он не был законным, этот бой, это было запрещено законом во многих странах Европы, но так делали для того, чтобы защитить свою честь. Тот, кто бросал перчатку, он диктовал все условия дальнейшей дуэли. Он говорил, на какое оружие будет использовано, будут ли это шпаги, будут ли это огнестрельные оружия, будут ли это сабли. Он диктовал время, когда это произойдет. Это могло быть на следующей неделе, а могло быть через несколько лет, когда этот человек, который обидел, женится, будет семья у него, будут дети, когда он влюбится. И тогда придет тот человек, который вызывал этот дуэль, и скажет, завтра будет боль. Сегодня, дорогие мои, рано или поздно, мы должны сделать этот вызов я. Мужчины должны стать в проломе за свою семью. Пастыря должны стать в проломе за свою церковь. Церкви должны стать в проломе за свой город, за свою страну. Я понимаю, что сегодня мы не готовы это сделать. Мы не готовы бросить этот вызов, бросить перчатку дьявола. Мы проиграем. Абсолютно большинство из нас. Когда-то был последний день выборов, когда Трампа выбирали на президента. И я как-то откладывал, тогда был последний день. Я пораньше встал, уехал в свой шаг, никого еще не было, людей. И я решил, я буду молиться против духа изолели, который контролирует Америку, который атакует Америку. Мой выбор был, это Трамп, это единственная личность, за которую я молился. Я начал молиться, и потом мне пришла такая мысль, немножко, ну как бы, может, не все ее поймут, но я начал, я сказал такие слова, Господь, с мечом мы сегодня немного успеем. Нам нужны ракеты, которые будут достигать всех концов Америки. Я назвал класс ракет, земля-воздух, это, ну как бы, расстояние 3000 людьми. Ну, и я говорю, Господь, мне нужны эти ракеты, и мне нужны эти ноги, мне нужны твои ангелы. И каждую ракету, каждую боеголовку мы будем заправлять кровь Иисуса. Чтобы они взрывались, эти ракеты. Я говорил, бредовые вещи, возможно, кому-то не покажется так. Я говорил, бредовые вещи, чтобы эти ракеты взрывались во всех командных пунктах, чтобы был нанесен урон, чтобы духовные силы не понимали людей, люди не понимали духовные силы, чтобы пришел страх, пришел хаос, чтобы пришло полное непонимание встание врага, чтобы этот штаб Иезавель был разрушен, чтобы там наступила паника. И когда я начал это делать, я просто говорил, ангелам, вот эта ракета уходит на Майами, вот эта ракета уходит на все перечисла, все города. Я дошел до Нью-Йорка и Вашингтон-Ди-Си. И я упал, корчась от боли. Ужасной, дикой боли, которую я никогда в жизни не прижал. Я просто упал. Я понимал, что если еще какие-то минуты это будет продолжаться, но я просто потеряю сознание от боли. Но я сквозь зубы, не открывая рта, я не мог ее открыть, я говорил, нет, дьявол, я не сдаюсь. Сейчас ракеты пойдут на Калифорнию, сейчас ракеты пойдут на Лево. Я вспоминал какие-то города, просто зажав зубы от боли. Я понимаю, что я полез в сферу, к которой я не был готов. Я не защитил себя. Вокруг меня не было. Должны были стоять служители на церковь для того, чтобы это делать. Потому что против армии делала должны служиться армии служителей. Ты не можешь в одиночку идти и нападать на какие-то там огромные разрушать, огромные демонические силы, потому что ты одинок. Я переступил ранее, где казалось, что я был самоуверен, и я думал, что это, ну, тело как бы сильно отомстил мне за это. Приехал сын, забрал меня домой, он говорил, давай в межности, но я так скорчусь от боли, давай домой. Я домой приехал, спорю, среди этой боли, дай мне просто уснуть. Я не понял, как, то ли я потерял сознание, то ли я уснул. Я просто вырыгался, через час приехала моя жена с работы. У меня ничего не было. Ничего, вроде бы, ничего нет. Я понимаю, что это была сильнейшая гимническая атака. Мои ракеты попали в правильный церковь. Я понимаю, что в тот момент молилась Америка, молились мои церкви. Я не был одинок, но я чувствился не защищен. Спустя какое-то время в нашу церковь приехал один служитель. Это был Эдуард Робовенко, эпископ над всеми, ну, над большинством русских церквей. Это около 2500 церквей под его руководством. То есть, он такая известная личность. И когда он приехал к нам в гости, посетил нас один американец, который его служение, он хотел с ним встретиться, его служение, как слышать голос Божий. И когда прошло служение, этот американец подходит ко мне и говорит, у меня к тебе слово. Он не знал мое служение, я не знал его, мы как бы случайно встретились люди просто. И он говорит, у меня к тебе слово. Господь говорит так, ты делаешь много благодаря своему опыту и благодаря своей устойчивости. И дьявол, но дьявол атакует тебя, потому что ты недостаточно защищенный твоей семье. И он сказал, прежде чем идешь на молитву, прежде чем идешь помогать кому-то. Кровью анца окропи себя свою жену. Кровью анца, который умер на Голгофе за грехи всего мира, окропи себя, окропи жену, окропи весь свой дом и все, что у тебя имеешь. И он не сможет нанести тебе удар. Окропление в древнее время в Израиле, прежде чем жертвенник, построен жертвник, это 12 камней, прежде чем туда положат жертву, на этот, положат огонь, положат жертву, нужно было заколоть это животное и этой кровью окропить эти камни. То есть, с этого момента жертвенник был готов приносить жертву Богу. То есть, то же самое происходит с нами. Если мы окропляем себя этой кровью Иисуса Христа, кровью Адреса, дьявол уже не имеет права, не имеет доступа к нам. Дорогие мои, самая большая, основная проблема, которой сегодня есть в христианстве, я хочу начать с этого. Однажды я зашел и пастырь, и заместитель пастыря в одной большой американской церкви, мы были хорошо знакомы на протяжении лет. И вот я зашел к его заместителю после служения, в церкви уже не было людей, он проводил классы по изучению Библии, я зашел к нему, посидел у него на занятиях, и потом все люди вышли, я подошел к этому служителю, его зовут Тим. И я говорю, Тим, у меня есть такая интересная служение, мой опыт, и я бы хотел, чтобы этот опыт был у вас в церкви. То есть, в церкви 300,5 тысячи членов, там нету служения исцеления души, и там нету служения сплужения. Вместе с тем, там очень много проблем. Это американская церковь. Кто как спал, так и встал, так и пришел. Как у одежды он ходил вокруг дома, так он может прийти в воскресенье. Довольно странная вещь. И вместе с тем, некоторые люди приходят очень аккуратно одеты, очень прилично одеты. И это я объясняю этому человеку, ну как проходит наше служение, какие были моменты, какие свидетельства были. И в этот момент в класс, на втором этаже, в каком-то самом дальнем углу, где не было людей, мы были одни, в класс женщина, молодая женщина заходит пожилую женщину. И эта пожилая как-то идет странно и так как-то что-то пахнечет, а потом успокоится. Потом опять ее посадили на стул и этот мой товарищ, мой пастор говорит, да, я за нее помолюсь, а потом продолжим разговор. Ну он за нее помолился и я так стою, смотрю сбоку. И вроде как-то странно, это не физиология, это уже не ее личная проблема. Я говорю этому пастору, да, я с ним ходу. Он говорит, пожалуйста. Я спросил, как зовут, спросил, как долго ты в церкви, если у тебя семья, семьи уже нет, муж умер, дочь еще где-то живет в другом месте, она одинока, живет в доме престарелых. И я говорю такую тоже странную вещь иногда мы говорим, просто не понимая, иногда не отдавая, может быть, ну, эти слова. Я говорю, слушай, сейчас я буду говорить духу, который тебе ты не отвечал. Ну, пока она соображает, пока ее глаза становятся круги, выше, что ты такое говоришь. Я говорю, во имя Иисуса Христа, нечистый дух, как твои. И этот Божий, ну, так сказать, одуманчик, человек, который очень смиренно так отвечал на вопросы, бабушка, которая уже там за 70 лет вдруг вскакивает, я сижу напротив нее стулья, ну, напротив нее, она вскакивает, ее зубы у меня возле носа буквально зарычали. Пастырь, который сидел рядом со мной, вместе со стулом, он как-то подскочил. Я ожидал какой-то реакции, ну, может, не такой сильный, а он просто улетел вместе с этим стулом. Ну, я сказал, Иисусу засядь, разобрались, что, почему, довольно долго так мы с этим разобрались, этот же дух начал кричать этой бабушке за то, что ты пришла сюда в церковь, я тебя убью, ты придешь домой, я заставлю тебя выпить все медикаменты, и ты умрешь за то, что ты пришла в церковь. Короче, мы разобрались, что у нее вражда, у нее не было никаких грехов, она прожила хорошо свою жизнь, у нее был мир, был порядок, она никогда никаких не было, ни колдовства, ни измен, ни абортов, то есть мы проверяли все это, и потом этот пастырь, который был рядом со мной, он подошел и мне на руку говорит, может у нее с кем-то нету мира, и я ее спросил, и она сразу, да, у меня с дочерью враждал, я ее не прощу, потому что я не виновата, она виновата, сразу нашлось сотни аргументов, чтобы не простить эту дочь, она говорила, что дочери здесь нету, я не буду прощать, это не имеет смысла, это она меня обидела, это она меня не почитает, она меня выгнала на улицу, и тогда, я сказал, хорошо, мне нужно бежать на следующее служение, времени у меня нету, я ухожу, будь осторожна, дьявол тебе сказал, что он тебя убьет, когда ты придешь домой, эта женщина падает на пол, хватает меня за ноги, не уходи, он действительно меня убьет, я дома в комнате боюсь оставаться, я поднял ее, говорю, повторяй за мной, во имя Иисуса Христа, я прощаю свою дочь, она повторила, и вот в этот момент, в этот самый момент, у меня открытые глаза, я смотрю на эту женщину, которая сидит прямо напротив меня, и выше над головой этой женщины происходит, я вижу, даже я не могу сказать вижу, это событие, как вроде бы я стою в центре этого всего, это даже не видение, это настолько натуральная картина, я вижу, сидит Господь Бог на стуле, на таком красивом стуле, вокруг, вокруг и сзади, везде горе золота, золото какого-то полупрозрачного цвета, там идет какое-то движение, люди, я не скажу, что это были ангелы, люди в очень красивой одежде, берут какие-то эти, куски золота, кому-то передают, что-то приходит, и вот перед Богом, Творцом, стоит человек в очень красивой одежде, очень такой знатно одетый, у него какой-то широкий пояс, сапоги, это красивый человек, я не скажу молодой, но где-то сорока лет, он стоит перед Богом и просит у него, прости меня, а Бог говорит за то, что ты не можешь отдать этот долг, который ты должен, 10 тысяч талантов, возьмите его, возьмите его жену, его детей, все, что он имеет, продайте и отдайте этот долг, этот человек падает на колени, и просит, потерпи, подожди, я там, Господь его сразу поднимает, говорит, что я прощаю, и этот человек уверенной походкой, на уровне глаз моих, я вижу вот эту всю картину, он такой уверенной походкой, по такой дорожке, как тротуар широкий, он опускается вниз, как полукровый, идет, ну практически, как эта дорожка направляется ко мне, и вот на дороге его встречают 3 человека, это видно, как, если так, одежда их, это как крестьянская одежда, когда-то было, где-то смотрели, может какие-то картинные фильмы, крестьянская одежда, еще так, ну, взять 100 лет назад, это простая одежда, она с такой плотной тканью, она светлая была, где-то такая, может не белая, но светлая одежда, и этот человек, который очень был намного выше, сильнее, крепче, он хватает одного из этих троих, и практически за шиворот хватает, и тащит его вниз, по этому тротуару, по этой дорожке, и сбоку, вот в этом углу, я вижу здание, оно как бы ниже вот этого видения, которое я вижу, оно намного ниже, оно как бы на первом этаже, это как бы на втором, и я вижу огромное здание, у которого нет конца, ни в ту сторону, ни в ту сторону, это я как бы вижу угол этого здания, он этот богатый человек, которому проще весь долг, он подходит с этим человеком, таща его за шивом, просто как-то открывает эту дверь ногой, закидывает туда и закрывает. И поворачивается. Как бы идти сюда уже, ближе ко мне. И в этот момент я вижу, он опять стоит перед Богом Творцом. И Господь ему говорит такие слова за то, что ты не простил брата своего. И это было жуткое зрелище. Этого человека окружили какие-то твари. Мгновенно, прямо там перед Богом его окружили существа, которые... Я думаю, если я скажу демоны, это мягко сказано. Это что-то между какими-то зверями, между обезьянами, что-то такое неприятное. Они схватили этого человека зубами и просто потащили буквально оттуда. И они его тащат ко мне. Я стою, они его буквально тащат ко мне. У меня был ужас, что эти твари, они будут возле меня. Просто я окажусь как бы рядом, близко. Они притащили. Через за секунду одежда этого богатого человека была вся с него сорвана. И возле меня, буквально у меня под ногами, я увидел открытое какое-то, как... Ну, как бассейн, как яма, с которого был такой смрад, запах ужасный. Там что-то шевелилось, что-то кипело. Оно какое-то было густое, вонючее. И я стою на самом краю, и мне страшно, что... Ну, чтобы не дай Бог, я туда хоть как бы не попал. И эти твари, эти демоны схватили этого человека, который уже был к тому моменту без одежды, с каким-то диким криком. Они его затащили в эту яму, где началась вот эта... Там шла какая-то жизнь, и этот человек иногда вскакивал, хватал глоток воздуха. Они его опять тащили обратно. Он опять... Господь не сказал мне тогда ни одного слова. Эмоции, которые были во мне, они просто... Я стоял, и этот человек тут нырял у меня под ногами. Оттуда был запах, оттуда была вонь. Я просто стоял. И ко мне пришло просто понимание. Бог не сказал мне тогда. Я понимал, что для того, чтобы помочь этому человеку, я должен первый встать на колени, потому что это яма ниже уровня пола. Я должен закатать свои рукава. Поймать этого человека. Заставить или упросить его, чтобы он простил то, что он должен был простить. И только потом я могу вырвать его из лап этих истязателей. Потому что Отец, Бог Небесный, приказал им истязать его. В таком случае, дорогие мои, когда мы молимся за людей, над которыми вершится Божий суд, мы бессильны помочь. Нам очень легко выполнить роль тех товарищей, того второго, которого он посадил в тюрьму, который был должен 100 динарию всего лишь. Мы как товарищи этого человека. Когда человек находится в тюрьме, он не может пойти к Господину. Он не может пойти к Господу. Потому что его заключили на... Как бы имели право на это заключить его туда в тюрьму. И мы товарищи, так как он просил прощения, мы можем тоже прийти, помолиться Господу, сказать Господу, что этот человек просил прощения, нужно его освободить и подойти, и просто легко забрать его из этой темницы. В том суде не было воли Божьей. В том суде наша роль должна быть. Мы как церковь, мы это делаем. Я понимаю, что мы часто молимся за людей. И это успешные молитвы. И люди получают исцеление, и люди получают освобождение. В том суде не было суда Божьей. В том суде наша роль должна быть. Мы как церковь, мы это делаем. я понимаю, что мы часто молимся за людей, и это успешные молитвы, и люди получают исцеление, и люди получают освобождение. В том суде не было суда Божьего. Мы обязаны помочь тем людям, но мы также обязаны помочь и тем людям, которые находятся в этой бездне, в этой яме, в этом клокочущем, вот этом. Но подход к этому абсолютно другой. Мы должны найти причину, мы должны найти время, мы должны смириться, мы должны, невзирая на этот запах, на это противное все, мы должны подойти, насколько можно близко к этому человеку, поднять, омыть его, одеть его, помочь ему пройти это, и только потом мы можем освободить. И попасть в эту яму, не надо интернет, не надо кого-то убивать, не надо делать аборт, а достаточно только не простить. всего лишь. Пастырской комиссии. Я думаю, сейчас давайте мы сделаем такое, потому что эта тема, она обширна. Я когда-то говорил, приводил вот этот пример, я рассказывал об этом видении перед пастырями, это была большая пастырская конференция, и на первом ряду сидел ректор одного университета, русского, который сказал, на одной причине ты не можешь строить целое учение. Я говорю, хорошо, давай читаем обратно. Иисус Христос, прежде чем сказал эту причину, от десяти тысяч талантов, это слова Иисуса Христа, он сказал такую фразу, царство, царство небесное подобно как, и рассказал эту причину. Когда он рассказал эту причину, он говорит, точно так, Отец мой небесный, поступит с каждым, кто не простит, сердцем брату своему. Я говорю, можем мы не принять это учение, потому что оно подтверждается всеми иммуналистами. Мы молимся молитвой Ачинаши, и говорят, прости нам, как мы прощаем. Прости нам точно, как мы прощаем. То есть, наши слова осуждают нас, если мы не прощаем. Этот ректор встал перед лицом всех служителей и вышел демонстративно. Он учит людей. Он учит людей где-то в России. Он главный в этом калыш. Кто-то его обидел. Он не смог простить. Эти слова так грызанули его, что он не смог дальше служить. Дорогие мои, сейчас я буду читать молитву, а вы будете повторять за мной. Это молитва покаяния, и молитва отвечает. Я не знаю, какую жизнь прошел каждый из вас. Есть моменты, когда вас обидели, и вы абсолютно невиновны. И таких случаев довольно много. Но выход из этого один, простите. Другого выхода нет. Дьявол будет преследовать вашу жизнь. Если вы не простите, дьявол будет преследовать ваших детей. Это закон. Иногда мы страдаем за то, что что-то произошло в жизни родителей. Они не справились. Они не смогли. Они не грешили. Они были добрые люди. Они любили Бога. Но они не смогли простить. Потому что рана была слишком большой. Но выход один. Прости. Я буду читать, здесь будут моменты, которые, возможно, вам не нужны. Но их нужно произнести вслух тем, кому они нужны. И мы вместе, повторяя за мной, сможем помочь тому человеку, который никогда не признается вслух, что у него есть проблемы. Это молитва согласия. Не у всех нас были родители плохие. Не у всех нас обижали в детстве. Не у всех обижали друзья, подруги. Не у всех предавали мужьям. Не у всех предавали женам. Но мы обязаны простить. И мы вместе вот этой молитвой согласия мы будем говорить. Давайте встать. Можно закрыть глаза? Иисус Господь, я прихожу к Твоему престолу благодати. Я превозглашу Тебя. И я поклоняюсь Тебе. Теперь назовите каждое свое имя. Я Виктор во имя Иисуса Христа. Разрушаю все проклятия в моей жизни. Ритуалы, посвящения, заветы, клятвы, жертвоприношения, колдовство, сделанные в моей родовой линии. Вплоть до Адама и Евы. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе как грешник, который ищет прощения и очищения от всех моих грехов и грехов, которые пришли ко мне по наследству. Я разрушаю все проклятия, всякую духовную силу, которая каким-либо образом имела влияние на меня и на мою семью. И во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от всякого нечистого духа. Духа антихриста, духа религии, смерти, обмана, клеветы, немощи, контроля, манипуляций и доминирования. Я отрекаюсь от всякого страха. Страха смерти, страха заболеть, страха какой-либо аварии. Я отрекаюсь от страха потерять семью, потерять детей, любимого человека, я отрекаюсь от страха пред дьяволом и его силой, и его властью. Я отрекаюсь от ложного стыда, который не давал мне исповедовать и каяться в моих грехах прислужителям. Иисус, прости меня за все грехи, сделанные мной, осознанно и неосознанно. Я прощаю всех, кто когда-либо обидел меня. Я прощаю своего мужа или жену за все обиды, насилие, оскорбление, унижение, предательство, насмешки. Я прощаю моих отца и мать за то, что они не дали мне достаточно любви, за то, что они не понимали меня или не хотели понять. Я прощаю своих братьев и сестер за оскорбление и унижение. Я прощаю всех служителей за их неправильные поступки ко мне. Прости, Господь, меня за все сказанные негативные слова, которые не угодны тебе. Прости меня за то, что я смотрел порнографию. Нормально, повторяйте все, потому что есть люди, которым это действительно нужно. Повторяю все, мы помогаем вместе с ними. Им будет стыдно сказать это в одиночку. Поэтому мы как единые, вместе как один организм, мы помогаем им это проходить. Прости меня за то, что я смотрел фильмы с насилием, с блудом. Прости меня за то, что я открывал доступ дьяволу в мою душу и в мою семью. Прости меня за то, что я смотрел журналы, литературу, которая принадлежит дьяволу. Прости меня за сексуальные фантазии, вожделение, блуд и анонизм. Иисус, прости меня за сделанные аборты, за то, что я не хотел иметь детей, которых ты давал мне. Иисус, омой меня своей кровью, сделай меня белее снега. Твое слово говорит Матфея 6, глава 14, стих. Если будете прощать людям согрешение их, то простит и нам, Отец Небесный. В притче 28, главе написано, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. На основании этих мест я запрещаю Деву прикасаться ко мне, к моей семье. Я омыт кровью Иисуса Христа. И я прощен, потому что я простил. Аминь. Я не буду продолжать, это довольно долго можно. Садитесь. Я еще буквально пару минут. Дорогая церковь, сегодня каждый из нас стоит предвыбором. Где мы окажемся, когда наша жизнь придет к концу? За те решения, которые мы принимаем сегодня, мы будем ответственны и, возможно, будут нести ответственность наши дети. И мы должны приложить максимум усилий, чтобы наши грехи, наши греховные желания, может, даже наши тайные мечты не проявились в наших детях. Мы ответственны за это. Мы должны сделать все, найти возможность исповедовать все перед вашим служителем. Мы будем здесь еще сегодня, завтра. Если кому-то нужно будет, мы готовы помочь, дорогие мои. Возможно, во время этой молитвы, когда вы говорили, что я прощаю, прощаю мать, прощаю отца, прощаю брата, у вас что-то дрогнуло, и вам было трудно произойти эту пранцию. Это значит, что в этом месте находится рана, которую нужно вылечить и как можно быстрее, потому что эта рана начнет расширяться, она начнет гнить, она начнет приносить больше и больше проблем. И сделайте это насколько возможно быстрее. Я благодарю вас за внимание, за то, что дали эту возможность, благодарю вашему пастуе, мне было приятно здесь, и я также призываю, дорогие мои, присоединитесь к нам, молитесь, молитесь, чтобы Бог открыл вам ваше служение, но каждый из вас обязан стать в проломе за вашу семью, за вашу дом, за вашу церковь. Да благословит вас Господь. Аминь. Отец, мы благодарим тебя за это служение, Господь. Мы благодарим тебя за каждого человека, который пришел сюда. Я благодарю тебе, Господь, что ты дал возможность мне послужить. Я понимаю, что кому-то нужно было это слово. Я знаю, что в наше время, Господь, ограничено. Мы не имеем достаточно времени, Господь. Мы должны стучать, мы должны кричать, мы должны звать, Господь. И я прошу, Господь, пусть эта церковь станет в проломе за твой народ. Пусть здесь поднимутся те молодые люди и люди постарше, которым не безразлично их будущее и будущее их церковь. Господь, подыми это служение. Пусть сожжется этот огонь, который не даст им покоя, не даст им покоя в их костях, пусть этот огонь горит. Пусть они получат сверхъестественную силу, пусть они получат сверхъестественные дары. Слово знаний, пророческое слово, слово, которое будет исцеляющим для кого-то, чтобы их сердце горело друг к другу, чтобы они не были безразличны к тем, которые упали, устали, которым нужно поддерживать, чтобы они хотели этого, Господь, не потому, что ты сказал, а потому, что они любят тебя, они делают для тебя, они посещают эти дюрмы, они посещают больных, они поддерживают, Господь, пусть их сердца согорится этот огонь, служить друг другу. Отец, это хорошее время, Господи, это хорошее время, когда мы стоим пред Тобою, и Ты, любящий Отец, помогаешь нам осознавать наше жизнь. Это хорошее время, когда Ты каждому из нас показываешь, где мы оступились. Возможно, мы были неверны, возможно, мы оттолкнули того, кому нужна была помощь, прости нас, Господь. И я прошу тебя, Дух Святой в этот момент работай над каждым человеком, над каждым человеком. Покажи те моменты, где нам нужно простить. Покажи те моменты, где мы должны отпустить человека на свободу, чтобы наше непрощение не удерживало его в этой темнице, Господь. Помоги нам послужить этому человеку. Помоги нам помочь, Господь. Помоги стать рядом, Господь, и протянуть руку нашу, Господь. Хотя нам даже так не хочется, Господь, но ты говоришь, сделай это, и мы будем делать это, Господь. Этот человек обидел меня, Господь, но ты простил меня, и я прощаю его. Он нанес мне раму в спину, Господь. Я не ожидал от него этого. Он не имел права, Господь, дай мне силы простить этого человека. Господь, я прощаю его, я прощаю его, я прощаю ее, я прощаю своих родителей, я прощаю своих друзей, близких родителей, кто как бы далеко обидит, Господь. исцели наше сердце, исцели наше сердце, Господь, пусть Твоя рука прикоснется к нам, Господь, дай нам пережить это исцеление, самым естественным образом, Господь, дай нам увидеть Тебя, любящего, любящего отца, который готов бежать на помощь, который бросает все свои дела, бросает свои пилы, но идет к нам заблудшим, упавшим, ранен, он поднимает нас, Господь, Господь, Ты достой хвалы, Господь, еще и еще раз, Господь, благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты делаешь на жизнь, Господь, за то, что Ты помог переступить эту черту, которую я не мог переступить, за то, что Ты сделал так, что я простил, Господь, и эта рана больше не имеет власти надо мной, Господь, благодарю Тебя, Господь, за то, чтобы ты был рядом, тяжелым у меня, Господь. И я прошу тебя, Господь, не отходи от меня, не отходи от нас, Господь. Будь всегда рядом, Господь. Если ты ошибаешься, скажи мне лично, Господь. Скажи через моих друзей, скажи через служителей, скажи через слово, Господь. Но не оставляй меня, Господь. Не дай не потерять их извинения. Мы благодарны тебе, Отец. Мы благодарны тебе, Отец, за то, что ты сделал у нас, Господи. Мы поклоняемся тебе, Господи. Еще и еще. Спасибо, Отец. Спасибо, Павелочка родной, за то, что ты не оставил нас, Господи. За то, что ты не побрезал, Господи, нам, когда мы были в Резиле, Господи. Спасибо тебе. Аминь. Сущий, Небеса, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твое, да будет воля Твое. Павелочка родной, за то, что ты не правил, да будет воля Твое, да будет воля Твое, да будет воля Твое. Аминь.